Разжигать костер, варить полевой суп, оказывать первую медицинскую помощь и плавать на байдарке. В Арктическом туристическом центре открылась вторая смена скаутского экологического десанта. Ребята от 11 до 18 лет в течение трех дней будут приобретать навыки проживания в лесу. Насколько легко ребята поменяли комфортные условия города на палатку и байдарку, увидела наша съемочная группа. Если вам надо налево повернуть, значит гребет правая сторона. Если вам надо направо повернуть, значит гребет, соответственно, левая сторона. Инструктор-методист Мария дает важные указания перед выходом на воду. Катамаран, как и все плавсредства, требует навыков и знаний в управлении. Тем более для тех, кто выходит на воду впервые. На «и» поднимаем, на «раз» гребем. «И» раз, «и» раз. Для ребят эти умения необходимы. Всемирно знаменитое скаутское движение учит выживать в любых условиях. Разжигать костер, ставить палатку, соорудить шалаш для ночлега, знать основы водного туризма. В довольно экстремальных условиях с комарами и гнусом ребят обучают управлять различными плавсредствами. Причем даже самых маленьких. Свете Корх всего 11 лет. И она уже скаут со стажем. В этом году программа скаутского десанта посвящена Году экологии. Своими силами ребята очистили территорию туристического центра от колючей проволоки, оставшейся от геологических партий. Также ребята собирают мусор и сухостой, чтобы не допустить пожаров. Но на досуге – основа альпинизма. Не бойся, давай, 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 давай. Раз, два, встала. Встала. Стоишь в моем кабинете. Мне смешно. Преодолеть путь по веревочному снаряду смогли не все. Легкое, на первый взгляд, задание требует координации, работы всех групп мышц и ловкости. На таком тренажере, в том числе, испытывают выносливость альпинисты. Вот основной элемент – это бабочка. И там очень трудно. То есть, там нужно держать равновесие и не свалиться. Причем это случается очень часто. Ну, падают. Следующее задание для скаутов – оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. В лесу, куда скорая помощь приедет не сразу, эти знания необходимы. Это элементарные навыки бытового самообслуживания. У нас дети забыли, что такое носить воду, колоть дрова, мыть за собой посуду в холодной воде. То есть, это тот минимум базовый, который необходим каждому ребенку, и который впоследствии будет развиваться в те или иные качества для улучшения собственной жизни, семьи, создания семьи, во всех моментах. Научиться жить в условиях дикой природы, беспривычного комфорта теплой квартиры, в этом году смогли 45 ребят. Каждый летний месяц на 3-4 дня они уходят жить в лес, чтобы учиться самостоятельности. Живем очень дружно. Мы разделились на три патруля. Наш патруль находится вот в этой области. Здесь наша палатка. Здесь мы готовим самую вкусную еду. Заходите, угостим. Сегодня у нас был суп. Все ребята знают и соблюдают правила Скаутского кодекса. Наличие лидеров, своих законов и правил, линейки, ранние подъемы и распорядок дня. Сейчас в сборе участвуют ребята не только старшеклассники, а студенты, которые подъедут сегодня вечером, кто-то после работы. У нас приедет сегодня пятница, подъедет кто-то завтра. А вот уже полностью августовский сбор будет посвящен 20-летию скаутской организации. Первый скаутский лагерь мы организовали в 97-м году. Это была Тельвиска в районе Тельвиски. Поэтому приедут ребята, которые в лагере были в первый раз. Также скауты округа готовятся к встрече с единомышленниками. В марте 2018 года в Ненецкий округ для обмена опытом вновь приедут скауты из Норвегии.